Улица Советская в Бресте уже ряд лет является пешеходной. Она давно стала местом отдыха прогулок для жителей и гостей города, особенно в летнее время. В определенные часы сосредоточение отдыхающих здесь очень велико, а еще она место притяжения для любителей двухколесного транспорта велосипедистов. Потому в августе месяце 2021 года было принято решение о запрещении на Брестском Арбате велосипедного движения, о чем оповещают специально установленные дорожные знаки. Но для многих любителей прокатиться с ветерком они почему-то не указывают. В целях обеспечения безопасности пешеходов на главной пешеходной улице Советской в городе Бресте установлены дорожные знаки, которые запрещают двигаться по ней велосипедистам. Запрещающие знаки движения велосипедистов запрещено стоят на всех перекрестках улицы. Но, несмотря на это, находятся те, которые игнорируют требования дорожных знаков, создавая этим угрозу безопасности дорожного движения для пешеходов. За нарушение правил дорожного движения пешеходам, а также велосипедистам предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. Однако сегодня штрафы не пугают велосипедистов и они продолжают игнорировать установленные знаки. Возникает вопрос, что тогда делать пешеходам, которые порой не очень приятно себя чувствуют, когда из-за спины на высокой скорости выскакивают вдруг наездники на двухколесном коне. Люди ходят и не ездят. Если правилами запрещено, то правила для всех. Максимальная небезопасность тревога. Как относиться, я слышала много раз, что не сбивают эти сами или с коляской, или так, если едут, не прощая внимания. Но отношусь так, что не должны, я думаю. Аргументов у любителей двухколесного транспорта, нарушивших правила дорожного движения на улице Советской, которых остановили сотрудники госавтоинспекции, как правило, нет. Однако один стандартный ответ есть. Мы не знали, что здесь ездить запрещено. Так это или нет, правды никто не узнает. Но незнание не освобождает их от ответственности. Радует и то, что есть все-таки и те, кто понимают, что установлены правила, на то и правила, чтобы их соблюдать. Возможно, если нет совершенно людей, то может где-то поехать. Но по этой улице я всегда веду в руках, потому что люблю эту улицу, давно хожу по ней, нравится мне так. И уважаете других участников дорожного движения? Обычно я хожу тут в свободное время свое, и просто мне нравится помедленнее пройтись. Все-таки на пешеходной улице, учитывая, что у нас стоят знаки, запрещающие движение на велосипеде, двигаться нельзя. Только в руках его переводить. И очень радует, что есть такие ответственные граждане, которые соблюдают данные правила. Объяснять им популярно, чтобы они вели себя так, как нужно, чтобы не шибали прохожих. Вот, все правильно. Есть правила. Если им разрешено, они будут кататься. Если запрещено, они не будут кататься. Значит, должны быть приняты соответствующие меры. А меры принимаются сегодня самые разные. Стоит отметить, что сотрудники патрульно-постовой службы в ходе несения службы во время патрулирования улицы Советской, выявляя нарушения правил дорожного движения велосипедистами, передают данные нарушителей сотрудникам ГАИ с целью последующего привлечения к административной ответственности. Также важно отметить, что контроль за соблюдением правил дорожного движения осуществляется посредством республиканской системы мониторинга общественной безопасности путем просмотра камер видеонаблюдения. Главная цель – проводимая работой, прежде всего, профилактика и предупреждение нарушений правил дорожного движения. Сегодня велосипедисты должны для себя понять, что задача сотрудников госавтоинспекции – не наказать, а в первую очередь обезопасить самих же владельцев велосипедов от травм и, конечно же, создать комфортные условия для отдыхающих. Ведь улица Советская с плотным потоком людей и большим количеством преград в виде деревьев и малых архитектурных форм небезопасна. А входы в магазины и кафе по обе стороны не позволяют создать велодорожку. Как альтернатива – параллельные улицы, на которых сегодня можно передвигаться свободно, безопасно, не нарушая правил. Продолжение следует...